Вызовите экзорциста. Я же женщина, я должна быть слабой. Фу, скандальная, грубая баба. Маленькие губы? Закачай. Маленькие сиськи? Закачай. Маленькая жопа? Закачай. Ох, ребята, это мое первое включение подобного плана. И все дело в том, что я в скором времени уезжаю. У меня нет просто желания, если честно, выставлять какие-то определенные ракурсы. На заднем плане у меня лежит книга, которая по-любому вызовет у многих противоречия. И кто-то не согласится со мной ни в одном из сказанных мною слов. Но мне просто очень хочется поделиться своим впечатлением. Просто то, как я это представляю. И услышать ваше мнение. Очень интересно, на самом деле. В общем, когда я книгу эту увидела на прилавке, я подумала о том, что было просто интересно узнать, что такое феминизм поподробнее. Я думала, что это будет что-то такое грубое, что-то такое, как вызов обществу, вызов другим о том, что я не такой, как все. На самом деле, вот посмотрите, сколько вкладышей. Вы только на это посмотрите. Ее слог, то, что она пишет, это очень понятно, это очень просто. Когда я прочитала пару страниц, буквально парочку, я поняла, что это мой автор. Не всем нравится такое, потому что не все воспринимают в книгах грубость. Здесь не было матов, но здесь были такие слова, которые не во всех книгах встречаются. Ее шутки, ее вот человеческие фразы абсолютно жизненные. Они встречались уже на первых пяти страницах. Это я прям смеялась в голос серьезно, когда читала, потому что это было так жизненно, так смешно подмечено, что просто супер. Плюс этот юмор, он не был плоским или глупым. В ее юморе, в ее шутках встречались такие фразы, такие слова, что я серьезно гуглила некоторые, потому что я не знала их смысл. То есть настолько глубокий и умный юмор встречается, но это, мне кажется, редкость. Я не особо до этого читала, что такое феминизм, разные теории. Я просто знала, что это по определению. И по определению я считала себя таковой. Когда я прочитала эту книгу, я реально убедилась, что я феминистка. И давайте будем лояльны, давайте будем толерантны. Давайте мы все-таки поймем, что такое феминизм, и не будем относиться к нему как к сексизму, я не знаю, к нацизму. Вот очень часто феминизм в очень многих ушах звучит именно как что-то такое резкое, грубое. Типа я кидаю всем вызов, я хочу не брить подмышки, я хочу равенства с мужчинами. Я вот такая вот, знаете, которая женщина-баба, которая на головы наступает, которая через огонь и в воду. Вот такие представляют, вот таких баб, феминисток. Я не знаю, с чем это связано, и почему именно такие ассоциации возникают у людей. Мне кажется, вот феминизм придумали сами женщины, ну это очевидно, как мне кажется, по своей же причине, абсолютно по своей же каким-то, по своим глупостям, я не знаю. Кто придумал вот эти вот разграничения о том, что мужчина зарабатывает деньги, а женщина держит домашний очаг. Я понимаю, что это может быть где-то историческое, исторические отклики и прочее. Но почему-то мы живем в 21 веке, все пользуемся гаджетами, все пользуемся нововведениями, технологиями, нам всем это очень нравится, но до сих пор откликаемся в прошлое. И тут не о каких-то традициях речь. Понимаете, здесь вопрос даже не о том, что женщина посягает на какую-то там часть мужчины и хочет равенства. Здесь тоже и в обратную сторону, я думаю, и мужчины тоже могут поменять свое отношение и свою жизнь. Здесь просто равенство, наверное, двух полов. Если есть семья и комфортное существование в ней, это работает женщина, а мужчина сидит в декрете с ребенком, что зачастую можно видеть в американских семьях, пожалуйста, вот вам тоже проявление некого феминизма. Женщины зачастую склонны создавать стереотипы о женщинах. К примеру, женщины мыслят эмоциями, они чувствуют, поэтому они не могут занимать какие-то высокие должности, потому что... Мартин, что такое? Почему, когда я собираюсь снимать видео, всем что-то нужно, что-то происходит? Женщины чувствуют, они думают эмоциями, они не могут занимать высокие должности, потому что они не смогут в какую-то сложную ситуацию принять рациональное решение. Это бред, это неправда. Это процент людей, которые это могут делать. Но то же самое, что и мужчины. Не всегда же мужчины все могут занимать высокие должности, потому что мужчины тоже бывают разные, так и женщины, они тоже бывают разные. Просто принято считать, что женщины в этом плане слабый пол, и, соответственно, процент тех вот дебильных женщин, которые чувствуют эмоциями на работе, их больше. Откуда это сложилось, я не знаю, где статистика? Это просто вот такой вот почему-то стереотип, да? В то же самое время стереотип о том, что женщины за рулем, это обезьяны с гранатой, это же сами женщины ввели, мне кажется, это понятие, потому что процент нормальных женщин на дороге и дебильных мужчин на дороге, он равный. Если вы видите что-то ненормальное на дороге, не всегда женщины за рулем, иногда и мужчина. Но почему-то, когда мужчина глупый за рулем, его там как-то крикнут, что-то скажут, и все, и об этом забудут. Но если женщина за рулем, то в любой следующей ситуации будет этот процесс, не знаю, увеличиваться. То есть будет говорить, о, опять баба, о, опять баба, ну понятно, обезьяны с гранатой. А хотя, если женщина нормально себя ведет на дороге, не создает каких-то аварийных ситуаций, ее даже иногда не замечают как водителя, потому что она нормально себя ведет на дороге, но дебильных замечают сразу. И зачастую сами девушки представляют себя такой, такой вот лучше, типа, прикинуться дурочкой, если что произойдет, я же такая слабая, я же такая вот уси-пуси, если я в кого-то врежусь или что-то произойдет, я выйду, поплачу, ножками потопаю, вот лучше я буду слабой, я же женщина, я должна быть слабой. Или там я могу краситься в машине, ну и что, я же женщина, мне все с рук садет, мне все с рук. Вот зачастую девушки мыслят именно таким образом. Зачастую сами девушки, сами женщины виноваты в том, что к ним такое отношение. Девушки позволяют себя обижать, девушки позволяют себя унижать, оскорблять. То есть считается, что если девушка ответит на грубость с грубостью, она баба. Фу, скандальная, грубая баба. Женщина должна, нормальная женщина, промолчать. Я согласна, что умный человек в какой-то ситуации промолчит. Он лучше промолчит, чем будет вступать в какой-то конфликт. Но бывают ситуации, я говорю, оскорбления, да, какие-то грубые, унижения. И женщине принято молчать, потому что ты женщина. И если тебя оскорбляет мужчина, то мужчина прав. Что? С чего вдруг? Данная книга, она так подробно описывает. Вы не думаете, что я после этой книги сразу изменила свое мнение. Нет, это было давно-давно, поверьте, заложено во мне. Просто она подтвердила мои слова. Она рассказала... Во-первых, она рассказывает о своей жизни полностью с 13 до 35 лет. И она затрагивает очень важные аспекты жизни. То, как она в детстве воспитывалась. То, как в какой семье она была. Какие окружающие факторы на нее воздействовали. Как она себя чувствовала? Проблемы такого женского характера, типа, знаете, туфли, лифчики, прокладки и прочее, да, месячные. Что это такое? Почему по поводу этому такое табу вообще накладывается? Что там женщины иногда в магазинах стесняются попросить прокладки. И прямо они вот аж прокладки, что его такое? Стесняются в обществе сказать слово месячные. Хотя никто, я думаю, не говорит с подругами, типа, менструальный цикл. Все используют нормальные слова. Интересный, кстати, говорит про детей. Считается ненормальным, если девушка говорит о том, что нет, я пока не хочу детей, я хочу добиться чего-то на работе. Я хочу просто стабильность какую-то, не знаю, обрести. Почему женская значимость теряется, когда у нее заканчивается период, когда она может воспроизводить потомство? То есть 50 плюс-минус, там, наверное, 5 лет, все. Женщина в физическом плане, природе не нужна. Женщина рождается для того, чтобы рожать ребенка. И точка. Вот это ее основное предназначение. Мы не будем открывать ничего нового, мы не будем изобретать ничего. Мы не будем продвигаться в технологическом плане. Давайте мы просто будем плодиться. Вот это вот наше будет предназначение. Это будет правильно, вы считаете? Человек, рожденный в не то чтобы несчастье, а в нежелании, он никогда не будет счастливым. Вот вы знаете, что потом у вас будет меньше возможности родить, а вот вы знаете... Да все все знают, все все прекрасно знают. Не надо об этом говорить, следите лучше за собой. Зачастую у женщин с подросткового возраста уже возникает ощущение, что нет сил, что я не смогу, что вот Петя может, потому что он мужчина, а я не смогу, потому что я женщина. Девушки не могут ничего добиться именно из-за своих установок в голове, что нет, это непозволительно, девушка так не может этого делать. Идея про паранжу. Идея паранжи в том, что она гарантирует, что люди относятся к вам как к человеку, а не просто как к сексуальному объекту. Но от кого защищаться? От мужчин. А кто, если вы играете по правилам и носите надлежащую одежду, защищает вас от мужчин? Мужчины. А кто эта персона, которая относится к вам просто как к сексуальному объекту, а не как к другому человеку? Мужчина. Почему женщина должна прятать себя от мужчины? Это проблема мужчины тогда, что он воспринимает ее так, что он смотрит на ноги, на грудь, а не проблема женщины. Если девушка говорит, я оплачиваю учебу в университете, зарабатывая стриптизом, то спор об этической стороне существования подобных заведений можно с легким сердцем объявить исчерпанным. Если женщины вынуждены раздеваться, чтобы получить образование, студенты мужского пола к этому способу точно не прибегают. То это гигантская политическая проблема, а не оправдание дальнейшего существования стрип-клубов. Мы что, действительно верим, что стрип-клубы эдако уютные богадельны, благодаря которым женщины, во всяком случае красивые и стройные, могут получить степень? Поверить не могу, что женщины, вроде бы получающие высшее образование, такие идиотки. Конечно, есть и мужчины, которые этим занимаются, но опять же, да, больший процент это женщины. Так не странно ли, что появление естественных признаков возраста, в том числе на вашем лице и теле, морщинки, потери упругости кожи, седые волосы, превращают вас в мишень для агрессивного превосходства и нетерпимости тупиц? Что на вас давит, принуждая полностью избавиться от этих признаков? Создается впечатление, что вы сохранили порядком подростковой доверчивости и некомпетентности, а попросту говоря, совершенно беззащитны, если кто-то немного умнее, старше берется трахать вам мозг. Такое, знаете, давление социальное, типа, маленькие губы, закачай, маленькие сиськи, закачай, маленькая жопа, закачай. Нет, она, конечно, говорила о таких вещах, знаете, как небритые подмышки, небритые ноги, вонючие женщины и прочее. И я с ней согласна, пусть каждый живет так, как хочется ему. Я уверена, что если женщине комфортно жить с небритыми подмышками и пахнуть своим естественным ароматом, найдется мужчина, который полюбит ее такой. Или он будет таким же, или ему просто будет нравиться такой типаж в женщинах. То есть есть мужчины, на самом деле, я читала социологические исследования, в которых говорилось, что иногда мужчинам так... Им просто хочется женщину, понимаете? Пусть не идеальную, с волосами, с целлюлитом, не знаю, с жирками, но им хочется женщину. Они вот эту переэпеллированную, передутую, я не знаю, кто это, не девушка уже, я не знаю, кто это. Я сразу вспоминаю из фильма «Вызовите экзорциста». Но именно они тоже иногда устают от вот этого всего, единого, одинакового, просто одинакового. Это такой долгий разговор. Можно любой аспект жизни взять и с разных сторон просмотреть. Я не говорю, что я права, я не говорю, что кто-то другой прав. Блин. Кейтлин Моуран. Откровение от явленной феминистки. Быть женщиной. Я оставлю внизу название на всякий случай. Покупайте где хотите, читайте где хотите. В любом месте, в любое время. Но я очень-очень вам советую. Все, короче, я закругляюсь. И пишите внизу ваши комментарии обязательно. Всем пока-пока.